Бюджет 2017 года отличается от всех предыдущих годовых финансовых планов. Впервые за всю современную историю Верхней Салды в главном документе муниципалитета доходы превзошли расходы. Но нынешний профицит мера вынуждена. Муниципалитет имеет кредитные обязательства, ведь для завершения строительства школы номер один был оформлен финансовый заем. В следующем году, как и в нынешнем, будет профинансировано 24 муниципальные программы, самые масштабные из которых касаются образования, благоустройства, дорожного хозяйства. Когда будет понятен до конца дорожный фонд, мы соберемся обязательно с депутатами, обсудим, как потратить эти деньги. Пока предварительно у нас это основная сумма 30 миллионов, это летнее и зимнее содержание дорог, это расчистка наших деревень от снега, уборка мусора и ямочный ремонт в размере 6 тысяч квадратных метров. Почти половина бюджетного пирога – 671 миллион 353 тысячи рублей – это расходы в сфере образования. Но по мере реализации средств сумма, направленная на функционирование школ и детских садов, может увеличиться. На выполнение предписаний Роспотребнадзора и Госпошнадзора учреждениям под ведомственным управлением образования дополнительно требуется 71 миллион рублей. Депутаты усмотрели возможность оптимизировать расходы на культуру с последующей передачей средств в образование. Управлению культуры предложено проработать вопрос о передаче Краеведческого музея в областную юрисдикцию, Центра детского творчества в управлении образования, а также проработать вопрос присоединения школы искусств «Ренессанс» к Верхнесалдинской детской школе искусств. Помимо этого снижены объемы муниципального задания, оплачиваемого из городского бюджета, на услуги по организации киносеансов, библиотечного обслуживания и проведения праздников. С учетом этого сократить предлагаем расходы на управление культуры по учреждениям образования 500 тысяч рублей, по учреждениям культуры 6 миллионов рублей и направить их на главному распорядителю управления образования, на капитальный ремонт, приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства. Вопросы безопасности в приоритете. Этот аргумент стал главным для депутатов, проголосовавших за внесение поправок в проект решения Думы. Когда мы сидим и общаемся с гражданами на приемах, задают вопросы по дорогам, по бегущим крышам в детских садах, задают вопросы по освещению, и мы это выносим в приоритеты, потому что это сейчас для жителей самое главное. Понимаете, и закрытие школы, это нонсенс, когда мы закроем по каким-то техническим вопросам, каким-то предписаниям. Вы видели, сколько необходимо финансовых средств для устранения всех предписаний. Эта сумма просто не подъема для нашего бюджета, мы это прекрасно понимаем. И каждый год мы должны вкладывать обязательно в образование, это обязательная услуга, которую должен обеспечивать муниципалитет. Давайте жизнеобеспечивающие функции муниципалитета приведем в порядок, а потом уже будем говорить о тех дополнительных средствах, которые мы можем тратить на какие-то дополнительные вещи. В расходной статьи бюджета 2017, который по расходам в сумме составил 1,133,051,000 рублей, включено лишь то, без чего невозможно поддержать муниципальную инфраструктуру. За исключением разве что 6 миллионов, которые будут направлены на проведение в сентябре 2017 года выборов депутатов Думы 7-го созыва. Тех самых депутатов, которым предстоит завершать исполнение бюджета, принятого на минувшей неделе. В каком виде передадут эстафету расходов и доходов нынешние депутаты своим преемникам, покажет время.